Всем привет! Девчонки в инстаграме начали меня просить снимать влоги почаще, говорят, мы соскучились за твоими блогами, поэтому сейчас карантин у детей, то есть у Ники в школе, Демку я тоже оставляю, ну Демка, иди сюда! У Ники в школе карантин, соответственно, как бы, я решила и Дему не пускать, поэтому эту неделю мы сидим дома, и я решила поснимать вам видео. Сейчас покажу вам Демида, у него обновки, и дома покажу его подарки, кое-какие покупки, может быть, вам будет полезно. Вот он, это куртка Зара, она двойная, с одной стороны она защитная, с другой стороны она желтая. Также у него новая шапка, это подарок. Демка слегка помешан на Бэтмене, на Человеке-пауке, вот, можно посмотреть, у него спортивный костюм, это ему М подарил, и кроссовки тоже, и шапку, и там, получается, у него, если его расстегнуть, то там, ну это полный спортивный костюм, то есть Бэтмена, ему очень нравится. Куртку я купила в Заре, со скидкой, кстати, они еще есть, девчонки, они очень прикольные, они стоили 1300, да, Бэтмен, вот, а сейчас 700 гривен, вот, так что, если вдруг что, то можете глянуть, если все размеры как бы есть, ну, как бы, куртки есть, просто не все размеры. Сейчас мы едем с детками, у Ники скоро день рождения, у нее 17 февраля день рождения, и она мечтает о электрогитаре, и мой молодой человек решил ей ее подарить, и мы сейчас едем выбирать в магазины, как бы, с гитарами, музыкальными инструментами для того, чтобы не просто заказать, а именно выбрать то, что хочет Ника, специальную Ямаху, она, конечно, стоит бешеных денег, но есть еще альтернативы, вот, и она говорит, мне надо потрогать, пощупать, да, я держу на деме, а вот и Ника. Она говорит, я хочу потрогать, пощупать, чтобы и гриф ей подошел, и, в общем, и цвет, и вот она тоже все-таки модненькая, у нее кофта Фрэнс, это с магазина Бершка, Бершка, да, ботинки тоже из Бершки, и носки я ей вчера купила такие прикольные, вот, ну все, едем. Джинсы тоже из Бершки, и цепочка из Бершки, люблю Бершку. Я без каких-либо обновок, кроме как на мне черные джинсы с магазина Кабанчиков, и вчера я купила в мужском магазине красную футболку в размере S, я очень люблю покупать мужские рубашки и мужские футболки, я закатываю рукава, вот, и они такие оверсайз, мне очень нравятся. Все, давай пристегиваться, мы поехали, оставайтесь с нами. Саня. Рок. Ты не горок. Я люблю горок. Но на самом деле я не играла, чтобы отреки было тяжело играть. Лар. Когда-то я ей сказала, давай вместо фортепиано мы купим гитару и попробуем. Вот попробовали, теперь я в магазине с электрогитарами. Круто. А еще она хочет все-таки синтезатор. Крутые. Это классно. Съема. Давай. То есть это вот в таком, давайте, если хотите, что-то потяжелее. Плюс это уже, это другой надо играть. Почему на скута? М? На скута. Да, Лена, я влюблю разбираюсь. Ника сама разбирает. Мы уже посмотрели Боннесс и посмотрели Фендер. Но Фендер это прям не оно, да? Да, это что-то. А это? Это эпифон. Так а что ты о ней знаешь? Я знаю, что она хорошая. Не, ну вообще я знаю, что эта фирма делает хорошие гитары тоже. Ну, если нравится, ты же пробуй и выбирай. Это не значит, да, вот прям, а если, а если. Так мы можем сразу тебе купить и эту. Ну, комбик, да, но куда-то должно подключать гитару. Мы здесь уже час, я запарилась. Дема играет. А ее не достать. Мы теперь не можем определиться. Вроде с гитарой определились, но теперь надо комбик. Комбик это усилитель. Их тоже много разных. Они иногда стоят дороже, чем гитара. Парень профессионал сел и показывает. Есть разные эффекты в этом усилителе. Комбик. Это уже холм. Чуть побольше. Здесь еще можно перегрузы и все есть. Да, дальше спринг. Спринг это пружина ревербератора. Мы вышли. Надо переварить. Моника потемлилась. Вроде бы, да? Какую это эфирную гитару? Гитара Хэндель. Комбик Орэндж. В общем, с примочками типа чехла, ремня, провод. Да, и провод. Там 10 тысяч получается. И сегодня у нее буквально через 2 часа будет урок. Во вторник урок гитары. Поэтому сейчас мы сидим, ждем наш заказ. Демка, не скули. Мы сидим, ждем наш заказ. Эти 2 часа надо где-то переждать. Потом идем, как подождем Нику, пока она позанимается. По вторникам будет приходить в этот магазин. Там парень, которого вы видели. Вот. Он обучать ее будет. Ну и что, и сегодня, наверное, купим Даника тебе подарок чуть раньше дня рождения, но зато уже будет. Оно, конечно, прикольное, когда ты просыпаешься, смотришь там под елку. Развлечение, картинка. Аккуратно покажешь, что то есть. Конечно, прикольно, когда ты просыпаешься, с утра видишь завернутую бумагу и с бантиком легка по гитару. Ты такая, вау, вот это сюрприз. Но лучше, конечно же, когда ты сам выбираешь, да. Выбирать, да, с обстателем, потому что я думала сделать так, как Ника хотела, типа сюрпризом. Но я уверена, выбрали бы не такую гитару, не такой этот комбик. Комбик. То есть она знает, что она хочет. Она посмотрела тучи видео, просто посоветовали. Она как бы посмотрела по грифу, она как бы по звуку определила, что ей нравится, что не нравится. Поэтому, мне кажется, это лучший вариант без сюрприза, но за то, что она именно хочет. Представляете, 15 лет, она получает такой подарок. Я в 15 лет получила куклу Барби и была я безумно рада и счастлива. И думаю, что меняется. Представь, мама, представь, я стану гитаристкой в какой-нибудь небольшой группе. И вернешься с процентами? Да, а потом мы станем известными и будем много зарабатывать. И все благодаря тому, что я очень рано ее получила и быстро научилась играть. А ты помнишь, как получилось вообще, когда она начала играть на гитаре? Ника попросила, говорит, мам, я хочу играть на пианино, на фортепиано. Я говорю, Никуль, ей некуда поставить. Поэтому давай, говорю, попробуем гитару. А там, говорю, и фортепиано появится. В общем, ситуация такая, что гитара зашла, но Ника не оставляет мысль о синтезаторе. И она говорит, ой, я у папы тогда попрошу синтезатор, потому что синтезатор стоит столько же, сколько стоит гитара со всеми этими прямочками. Так что будет музыкальный ребенок. Я не знаю, папа купит или нет, но в любом случае, может быть, купит. И будет классно. Классно будет научиться, когда хорошо играть. Вот для чего мне YouTube-канал нужен уже с партнеркой? Буду тогда записывать свои камеры. Было бы круто. Я с удовольствием смотрю. Я безумно люблю вечерами. Если вы подписаны мне в Инстаграм, если нет, подпишитесь. Я вечерами иногда снимаю. Ника играет, я так кайфую, слушаю. Она такая молодец. Причем она самоучка. Вот только сейчас, сегодня, она начнет тренироваться с учителем. У нее было пару занятий только. Сколько? Полтора месяца ты ходила? Да. Чао-чао. Музыкальная школа. Получается. А можно попросить еще любую? Да, вот и пошла. Пошла. Первое занятие Гминьки на ее собственной гитаре. Выбрана с гитарой. Пока нет. Нет? Криминала нет сейчас. Довольная такая. А ну тогда я спущусь. Хорошо. Я положу вот здесь. Ладно. Ложите туда, на это, присаживайтесь. Да. Мы приехали домой. Вот кошка под наркозом. Еще клепочка наша. И бандажа. Врач сказал, здесь сиди и бандажа. На улицу первые 2-3 дня не выпускать. Вот. И выглядит, конечно, это очень стремно, потому что врач сказал, что кошки и собаки, они глаза не закрывают, когда уходит наркоз. И выглядит, конечно, это так себе. Вкалывали ей наркоз несколько раз. Говорит, очень сильная кошка. И спросили, говорит, а это порода назвал как-то. Говорит, да нет, она не породистая, это просто дворняжка. Он говорит, да ну ладно. Она как плюшевая. Начала шерсть пуза, ну как бы вот так сбривать. Говорит, да она плюшевая, не может быть. Сто процентов там помесь какая-то. Я говорю, да нет. Ну, говорю, дворняжка крысой была. Маленькая крыса, когда мы ее подобрали. Говорит, ну значит, очень хорошо за ней ухаживаете. У него это жировая прослойка такая, типа. В общем, хвалил кошку. И говорит, такая она очень сильная, очень. А то пусть быстрее выходит с наркозой и поправляется. Тихо, 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 тихо. Мой хорошая, бедная девочка. все будет ходить чуть-чуть потихонечку на 2 водички потихоньку хотела сказать думала как раз сейчас про воду ну и по чуть-чуть надо будет чтоб она не вырвала тихо-тихо потому что она может описать и обкакаться он сказал тихо-тихо находит стоять да не может пока тихо-тихо не маленько не торопись ты чего их башку я плечку как бы да я помню я отходила от наркоза это такое что-то я помню даже что-то говорила и друзья тогда были все короче были все что-то смеялись что-то я там болтала а еще когда только входишь наркоз в операционный начинают задавать вопросы ты меряешь какую-то фигню они все ржут я помню я сколько раз была под наркозом это развлечение для докторов да они вообще не такие жесткие я помню что мне было 16 лет когда у меня был первый наркоз и я помню мне что-то задавали какие-то вопросы я помню ржали капец все операционной я уже не помню что но я помню что я проснулась когда мне было неприятно думаю ну как бы мне 16 лет да то есть как бы ну никакой гуманности то есть они реально вот стебались да да было институт нейрохирургии ну я думаю что они задают вопросы чтобы понять насколько человек вошел в наркоз но она ли она с одной стороны да но с другой стороны они не упустят возможность басти по до там где он укладывает кошку привожу в порядок капец а я не могу гитару подключить кстати вот она красавка вот ремешок ника сама выбрала гитару сама выбрала вот playstation стоит да причем тут про playstation смотри какая штука ой так что я говорю не к говорю ты хотя бы этот как его сейчас не сильно а то бедная кошка будет в шоке кстати очень много нюансов разные провода разные гитары разные эти усилители как они там называются как они называются какие что это как примочки а комбик комбики ну то есть там есть разные вот посоветовали вот этот вот там можно было купить попроще но решили уже если брать то хорошую штучку класс никогда не думаю что моей дочери будет электрогитара и она будет одеваться как какой-то рокер я нормально ну да с цепями ботинки как я их называю давнодавы жалко я чувствую так с ноги будем она встает идет и на бок брык брык ну то есть еще не может идти и ударяется жалко и я с гитарой спать буду так твоя кошка наша нет это твоя кошка ты ее с одессы приторобанила а я вот это вот вожусь все мои твои не очень удобно для меня в данном случае доброе утро клёпа отлеживается уже все окей но она такая слабенькая сама запрыгнула на кровать поспала со мной потом прыгнула и сама сюда пришла уже умывалась вот все хорошо сейчас мы с детворой едем нику стричь вот и надо будет купить ей новый корм потому что теперь ей нужен корм для стерилизованных кошечек так что так вот влог продолжается то есть как этот я заканчиваю и новый начинаю так что подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать видео и до новых влогов до новых видео пока пока